Встать, суд идет! Хорошо, садись. В связи с тем, что все стороны явились в судебное заседание. Судебное заседание считается открытым. Слушается дело по обвинению Фрэнка Абельнеяла в совершении ряда махинаций по выписке и обналичению чеков в соответствии с Гражданским кодексом РФ по статте 880 и 878. Подсудимые. На судебном заседании вы имеете право на защиту. Это означает, что вы можете защищаться как сам самостоятельно, так и с помощью своего защитника. Вы можете отказаться от выбранного вам защитника в любой момент судебного разбирательства. Знаете, в чем вас обвиняют? Дать свои объяснения по существу предъявленного обвинения. Предоставлять суду какие-либо доказательства и участвовать в исследовании всех их доказательств. Заявлять различные податайства, относящиеся к исследованию доказательств. Слово задается прокурору. Прокуратура Центрального административного округа города Москвы возбудила уголовное дело против гражданина Фрэнка Абельнеяла-младшего по статьям номер 787 и 880. Фрэнк Абельнеял обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В течение пяти лет обвиняемый совершил около 15 экономических махинаций. Например, пострадавшая Шерил Энн стала жертвой мошенничества, так как в ночь с 27 июня на 28 число она провела... В здание суда приглашается свидетель Шерил Энн. Здравствуйте, в мошенничестве. Мое имя Шерил Энн. Я подтверждаю, что 27 числа, возвращаясь в гостиницу «Метрополь» города Москвы, я открывала кучом свой номер, и тут мне попался подсудимый. Мы заговорили, и затем все переросло в договоренность об оплате интимной связи. Мы договорились, что некая услуга будет стоить 1000 долларов, на что он предоставил мне чек, выписанный на сумму 1400 долларов, и я предложила ему дать сдачи ровно 400 долларов, на что он предоставил мне этот чек. Он сейчас находится в прокурорке. Госпожа Шерил Энн, скажите, пожалуйста, убедились ли вы в качественности и достоверности данного чека? Она спросила об этом у обвиняемого Фрэнка Абинейла. Вы знаете, нет, я была очарована его внешностью и совершенно забыла о том, что он мог бы оказаться таким ужасным человеком. Спасибо. Доказательство это я хочу преподнести в чек, денежный который был выписан господином Фрэнком Абинейлом и отдан в Ашерил Энн. Суд рассматривается. Слово передается для защиты адвокату. Госпожа Энн, у нас к вам есть ряд вопросов. Во-первых, существует какое-то подтверждение того, что между вами и моим, между Фрэнком была какая-то половая связь? Безусловно, нет. Как это можно подтвердить? Может быть, горничные соседи? Вы знаете, я напоминаю, утром я проснулась раньше него, и в этот момент к нам подтвердилась горничная, которая видела меня вместе с ним. То есть горничная свидетельствовала то, что вы проснулись раньше Фрэнка, и она может подтвердить правильно? Возможно, я не знаю. Но по словам моего Фрэнка, вы вступили в половую связь, и затем он проснулся утром, обнаружив то, что вас нету, и то, что чек, ну, выбор, ни в пол чека он вам не выписывал. Также у меня тут вопрос, может быть, вы заключаете какой-нибудь договор, который обознал бы то, что он передаст вам в пол чеку? Ваша честь, это ложь, и ни в кого договора я не заключала, и тем более я не смогла бы так поступить, но вас было бы не хватило. То есть, получается, нет никаких доказательств на не вступление в половую связь, нет никакого подтверждения того, что Фрэнк передал вам в этом чек, следовательно, ваше мнение, с прочим времени. Я не вижу никакой причины того, что Фрэнк не заказал. Это все ложь. Все ложь. Тогда, конечно, есть еще вопросы. Вопросы прошли? Ваша честь, прошу пригласить еще одного свидетеля, Джона Лейлингтона. Задачу в Казани приглашает следитель Джон Лейлингтон, предупредит все эти ответственные задачи он в Казани. Джон Лейлингтон, расскажите, пожалуйста, когда и каким образом обвиняемый Фрэнк Эбигнейл устроился в вашу клиническую больницу, и вы что из этого можете сделать? Вы из этого можете делать только. Добрый день. Три года назад проживание Фрэнк Эбигнейл, тогда он представился немного другим именем, у вас это зафиксировано, пришел к нам в больницу, обратился в отдел кадров, сказал, что планирует устроиться к нам на работу. Соответственно, отдел кадров, узнав о его образовании, сразу же направил его ко мне. Понимаете, в нашей больнице человек с дипломом Медицинского института имени Сеченова, это редкость, конечно же, для нас это целый кадр. Мы поговорили, провели, ну, приблизительный тест, вы понимаете, на его способности, на все он ответил крайне положительно, ни одной ошибки не совершил. Мы назначили его заведующим отделением, и, соответственно, назначили ему врачей в штат. За все то время, которое он у нас работал, о нем были исключительно положительные отзывы, ординаторы им тоже говорили о том, как требует он относится к пациентам, и ни одной медицинской ошибки им совершено не было. Из этого можно делать вывод, что при приеме на работу княем вы были уверены в подлинности диплома, который он вам предоставил? Абсолютно уверенна. Диплом соответствовал абсолютно всем нормам. Я сам такой же получала. Спасибо. В качестве увлеки я хочу предоставить ксерокопию диплома, которая была взята из архива клинической больницы. Слово? Да. Защитную слову предоставляют адвокаты. Во-первых, могу ли я попросить вас посмотреть ксерокопию диплома? Спасибо. Зал сюда, прошу обратить внимание, что диплома не является документом, потому что она не заверена. Главный врач больницы вполне спокойно мог сделать эту ксерокопию в фотошопе, скажем, и просто предоставить нам в зал сюда. Я не знаю, какие мотивы были у главврача данной больницы брать человека, который не предоставил диплома, поскольку мы не можем этого доказать. Возможно, просто в больнице не было достаточного количества штата, не было хороших врачей, поэтому главврач просто взял человека с улицы. Мы можем это сделать, мы можем сделать такой вывод. Затем предоставили ли вам защитные какие-то документы, может быть, выписки из старых больниц, где он раньше работал? Какое-то подтверждение своей профпредуприводности? Прошу честно, мой адвокат не совсем принимает специфику дела, о котором мы говорим. Мы медицинское учреждение, в любом медицинском учреждении, государственном, к слову, обязательной проверки на подлинность тех документов. Вы знаете, что диплом выглядел как настоящий. Наши юристы проверили его. Он действительно был подлинным. Так нам тогда казалось. Как вы понимаете, медицинская деятельность это весьма специфичная область. Нам постоянно приходится делать проверки, постоянный контроль за медицинским состоянием, за состоянием здоровья самих врачей. Это все проводится регулярно. И разумеется, как вы понимаете, если бы врач был неквалифицированным, он работает в сфере травматологии или нематологии. Вы считаете, он не убил бы своих пациентов? Хорошо, у меня есть вопрос. Можно еще? Какие, в общем-то, предпосылки к тому, чтобы обвинить нашего, моего подопечного, в каком-то преступлении. О каком преступлении можно идти речь, если он вылечил множество людей? Более того, ваши юристы, как вы сказали, проверили документы, проводились проверки? Какое вообще основание? Я выступаю свидетелем по данным делам. И я говорю о том, что Фрэм Эбиднейл работал врачом в моей больнице. Нет, изначально вы говорили то, что он предоставил вам подделанный диплом. Правильно я понимаю? Как выяснилось в последующих проектах в ходе следствия. Но, уважаемые, я попросила вас предоставить мне ксерокопию. Ксерокопия не оказалась каким-то доказательством. У вас нет других доказательств того, что вам действительно был предоставлен диплом. Мы можем, по данным следствиям, мы можем сказать только то, что вы не доглядели, может быть. Я вижу только вашу сечку. Никаких доказательств того, что мой подопечный предъявил вам большие документы. Какие доказательства? Уважаемый суд. По-моему, это вопросы к следствиям, к свидетелям. Все, спасибо. Ваша честь, я считаю, что данный документ должен быть передан на экспертизу для проверки подлинности данной ксерокопии. Хорошо, значит, я не знаю. В зал суда вращается свидетель, бывшая супруга, обвиняемая Фрэнка Битнейла, Брэнда Строк. Здравствуйте, уважаемый суд. Брэнда Строк, расскажите, пожалуйста, как вы были, как вы познакомились с обвиняемым и при каких обстоятельствах он пообразил свою тайну о вашей участии? Познакомились мы в больнице, в которой я пришел отниматься. Я работаю там медсестрой. Познакомились мы в тот же день, который он пришел. Спустя приблизительно месяц он сделал мне предложение, и после свадьбы он уже раскрыл свою сущность и рассказал мне о всех проделанных мангинациях. В течение этого месяца были ли у вас какие-то подозрения о мошенничестве Фрэнка? Нет, подозрения вообще не было. И спустя которое время вы решили пойти в органы полиции, чтобы написать заявление? Почти сразу после того, как он рассказал мне. Примерно спустя неделю. Спасибо. Слово для защиты Фрэнка Абернеева предоставляется адвокатом. Представляете ли вы то, что у вас с моим подопечным были какие-либо чувства глубокие? Я не знаю. Как ранее говорилось, у нас есть другой, так сказать, свидетель, бывшая любовница моего подопечного. Данные отношения моего подопечного и любовницы происходили во время ваших отношений, то есть параллельно. И если я не ошибаюсь, параллельно даже во время того, как вы уже состояли в браке. Я не знаю, что это вопрос не ко мне. Я понимаю, что это вопрос не к вам. Насколько я понимаю, так как вы очень сильно любили моего подопечного, у вас были глубокие чувства, следовательно, узнав об измене, вы просто решили обместить моего подопечного. Сейчас вы просто стоите на оглавливаете в суде, потому что мой подопечный не совершал никаких махинаций, он не стал бы рассказывать вам ничего такого, потому что он это просто не делал. Ваши свидетельствами, полная ложь, поскольку просто рассказ моего подопечного не является каким-то доказательством, никаким аргументом. Мне кажется, вы просто пришли в суд, написали заявление о том, что Хрэнк рассказал вам о том, что он совершал данные преступления. Просто на мощь ревности, на большом месте, и сейчас вы просто хотите посадитесь моего подопечного за то, что-то, что разменило вам в результате, где эти преступления. Каким образом я бы узнала об этой измене? Вопрос не ко мне, вопрос к вам, вопрос к вашему мужу. Простите, я думаю, что... Вопрос конкретно к вам, я первый раз вижу эту женщину, я не знала никаких связей между моим мужем и... И по вашему пути. Так, вам слов не представляет, куда оно быть? То есть вы бы говорите, что вы не знали об этом? Нет, конечно. А как вы можете... То есть я тебя бы я узнала об этом? Ну, знаете... Если бы мне рассказал Фрэнк, я думаю, я бы его простила. Фрэнк рассказывали об этом? Ничего не рассказывал. Он не рассказывал. Ну, я не знаю, каким образом он мог его знать, но мотив у вас был? Нет, никаких доказательств. Простите, пожалуйста, у вас есть доказательства из-за того, что я знала об этом. Но вы не можете это утверждать точно. А вы не можете это утверждать точно, что вы не знали об измене Фрэнка. У нас нет никаких доказательств того, что Фрэнк действительно совершал данное преступление. У нас нет никаких доказательств того, что Фрэнк действительно рассказал вам то, что вы сейчас ведаете, как вы будете в суде. У нас есть только факт, что был факт измены, был факт того, что параллельно с изменой у вас были отношения. Мне кажется, это все на лицо. Уважаемый суд, я протестую. Никто не давал слова. Протестую. Так как на наш взгляд, нет никаких доказательств, что действительно данные слова были сказаны именно господином Абигнейлом. И мы считаем, что действительно это не является достоверным фактом, что не было сказано никаких справедливых известий о том, что действительно он совершил махинацию. И на наш взгляд, мы считаем, что благодаря тем уликам, которые предоставлены, это диплом и чек, выписанный господин Абигнейлом, суд должен рассмотреть процесс о заключении господина Абигнейла под стражу. Ну, можно рассмотреть? Хорошо. Как ранее я говорила, у меня есть аргументы против ваших улик, у меня есть аргументы против аргументов, так сказать, наших дам. Поэтому я тоже согласна с тем, что господин суд должен удалиться для принятия решения, проверить документы на подлинность. У меня все. Суд удаляется для принятия решения. Ай, господин суд! Ай, господин суд! Так, Дэн, дальше он возвращается. На двенадцатый. Ай, господин суд! Ай, господин суд! Я не доказала урон! Ульники есть! Прошу вас запитать дистанцию и так же за шину. Оглашается судебный приговор по обвинению Фрэнка Абигнейла в совершении экономических махинаций сроком на 15 лет по стражу в обычном ходатайство в течении 14 дней. Всё. Прости меня. Ура! Суд объявляет Санкт-Петербург. Теперь я пошла ждать. Мир за сними!